Меня зовут Даша, и в ближайшие 20 минут мы будем пытаться на самом деле разобраться в том, что мы только что услышали. Потому что я не только пошла к россиянам, но действительно задаваясь мне вот эти вопросы. Можно... Хорошо, переключаю. Перед тем, как мы погрузимся в мир результатов, я хочу немного вести вас кусь дел. Во-первых, объяснить, кто я такая, чтобы вы понимали, что от меня стоит ожидать, а чего ожидать от меня не стоит. Я рекомендую количественными исследованиями, то есть, по сути, ориентируясь на дисциплиматическую статистику, я опрашиваю много людей на самые разные вопросы. Анализирую их ответы и ищу какие-то закономерности, какие-то соответствия смыслы. Близ и все близко, я уже его буквально обкладываю. В общем, феминизм не является темой моего профессионального интереса. Я занимаюсь разработкой очень разных дел. Давайте дальше. Переключить слайд. Пожалуйста. Спасибо. Второй момент. Как мы вообще дошли до такой жизни, до такого исследования? Вообще любое исследование всегда начинается с исследовательской проблемы. Того, как вроде как должно быть и того, как вроде как есть. Наше «должно быть» в этом исследовании будет самым базовым, самым простым определением кунинизма. Мне хотелось здесь понятно и говорить на очень простом языке. Ну, во-первых, чтобы те моменты, которые я спрашиваю, были понятны и потенциально знакомы. Поэтому из определения кунинизму я пошла в кунинизме. Что такое феминизм? Это достижение равенства. Вроде все просто. Запомним. Пойдем дальше. А что говорит мне в кунинизме? А реальная людьми. Например, успешная женщина. Здесь примскринны три настины. И Настя Греева говорит о том, что не понимает, зачем придумывает феминизм. И она вообще за то, чтобы женщина в голову не приходила бороться с мужчинами. Настя в этом... Не-не-не-не-не. Настя в этом году выиграла ДЭП. Так, например, Иван Рубин. То есть, по факту, на самом деле, Настя борется с мужчинами за ДЭП. За карьеру. За проекты. За деньги. И в рамках, например, карьерной оси, или денежной, или статусной. Какая, спасибо. Настя взорвеноправлена и, в принципе, вполне попадает в описание феминизма из википедии. Однако, в процессе, когда я готовила эту презентацию, я обратилась к своей подруге. Которую я считаю феминисткой, но она всячески отнекивается и отказывается так себя называть. Она сказала, что не видит противоречия в этой ситуации. Потому что Настя борется не с мужчинами, а с людьми. И потому что это не про феминизм, а про равенство. Подождите, вроде как. В базовом даже определении феминизма и равенства одно и то же. В общем, Настя являлась не единственная успешная женщина, которая отказывается причащать себя к феминисткам. Притом, что мы видим, что она в принципе про равенство. Она в принципе про то, чтобы соревноваться за что-то с мужчинами. Ну потому что вообще фраза «мужчина-женщина-человек» очень странная. Потому что человек — это определение мужчин и женщин. Какие еще другие люди у нас могут быть? И поэтому мы пошли и спросили полторы тысячи человек. Читают ли они себя феминистами? И что они думают про самые простые, базовые правила и туставаты, за которые борются феминисты? У любого исследования есть ограничения. Это всегда очень важно. Конкретно в этом исследовании ограничения такие. Это онлайн-опросы. То есть все наши респонденты, как минимум, имеют гаджет, выкрытый в интернете. Во-вторых, мы опрашивали только города с населением 100 тысяч плюсов. То есть большая часть России не опрошена. Мы не знаем, что они думают. А это что? Но в рамках нашей задачи это на самом деле окей. Мы получим ответы на наши вопросы. Мы, в общем, здесь будем много оперировать упрощениями, чтобы ловить самую журеную суть. Например, когда мы будем говорить о семье, мы будем иметь в виду парную традиционную гиперосексуальную семью. За то, что у нас получилось поговорить с полутора тысячами человек. Большое спасибо, ребята, разогни. И отдельное спасибо, что они предоставили нам полную исследовательскую свободу. Это, если честно, редкость. Что значит, я не феминист? Что значит, я феминист? В чем разница между теми, кто говорит первое, и теми, кто говорит второе? Ответы на эти вопросы помогут нам понять, во-первых, что пугает, бесит, триггерит русское общество феминизма. Мы только что видели, что бесит просто колоссально. А во-вторых, это может помочь активизму нащипывать вектор коммуникации с обществом, чтобы коммуникация происходила как-то более продуктивно. Мне очень хотелось показать вам зубы цифры, а не просто голый результат. Поэтому в следующем слайде, возможно, где-то будут сложные, непонятные, но вы не бойтесь, я с вами. Из полутора тысяч опрошенных людей, только 12% сказали, что я феминист. Здесь и далее, когда я буду говорить феминист и нефеминист, я буду иметь в виду исключительно самоэкетинфикацию. То, как человек сам про себя сказал. Если смотреть на социально-демографические параметры, то разницы между этими людьми не впечатляющие. Там, среди феминистов чуть больше женщин, чем мужчин, но 36% мужчин все равно присутствуют. А вот нефеминистами в равном мере могут быть мужчин и женщин. Есть небольшая разница в наличии образования лучшего, но мы не можем утверждать, что феминисты более образованы, менее образованы. А потому, где проживает Шелерен большой, это город или маленький, какой федеральный блок, семейное положение, финансовое положение, никаких разниц нет. Ну, соответственно, наверное, разница в чем-то другом. А нефеминисты в массе своей не стремятся заявить обществу, что феминизм это какая-то неприятная кака и вот ужас какой-то. Наоборот, нефеминисты скорее говорят, что мы против ущипления чьих-то прав. Но мужчины и женщины разные по природе. Что такое разные по природе? И феминисты, и нефеминисты на самом деле прекрасно понимают, о чем идет речь. Здесь речь идет о физических и эмоциональных особенностях. Мы не будем сейчас обсуждать, насколько справедливы эмоциональные особенности называть природными, а посмотрим на другую очень интересную вещь. Нефеминисты два раза чаще говорят, что природные различия между половиной, они социальные. Но подождите, социальные не могут быть ни объективным, ни неизменным. Более того, социальные могут даже по факту существовать вне контекста каждого конкретного общества. Ну, грубо говоря, если в девятнадцатом веке при беседе было место перескакивать французского на русский и наоборот, то сейчас это сложно представить, разве что, не знаю, на уроке французского языка. Или традиция балийских петушин и боев. Для нас абсолютно непонятная дичь. Два бедных петуха с острыми шпорами на лапу, дерутся до смерти, люди радуются, кричат. Делать вставку. Можно мне поднимать? Но в то же время эта традиция, например, для балийцев, имеет очень много смысла социального. И на самом деле связанная с мускулиностью. Непеминисты вообще не очень понимают, за что говорится феминизм. И в этом отсутствии единого мнения среди нефеминистов мы видим два момента. Во-первых, а нефеминисты — это очень разнородная группа. С разными установками, в том числе на тему равенства и на тему феминизма. А во-вторых, мы видим, что кажется, нефеминисты немножко побаиваются потенциальных изменений, которые может принести феминизм. Потому что на самом деле 60% говорят, что это борьба за что-то нечестное, большие права у женщин, и за что-то, блин, неправильное, противоестественное. И действительно, четверть нефеминистов говорят, подождите, ребята, мы считаем, что феминист борется за неравенство. И вообще вот на этих простых слайдах нам становится понятно, что кажется, феминист так сильно двигает общество, потому что давит на что-то сакральное, на что-то очень важное. И чтобы понять, что вот это вот важное и сакральное, мы опять пошли в Википедию, взяли самые-самые простые права, за которые борется феминизм, и спросили людей, что они думают, кому что можно. На самом деле можно на многое. Это, по сути, то, о чем говорил Александр в рамках юридических прав. Можно голосовать, можно ходить на работу, можно получать образование. По сути, требования первой волны феминизма выполнены. Это самое страшное, что с вами сейчас произойдет, самый непонятный слайд, но здесь ответ на то, где мы проседаем в вопросах одинаково можно. Когда речь идет про президентство РФ, про декретный отпуск, про ранний выход на пенсию и про обязанность служить в армии, тут и феминисты перестают выступать таким ярым, солидарным блоком за то, что у всех должно быть право, и никто не должен служить в армии. И нефеминисты выявляют свои поли, какие-то триггерные точки. И здесь мы видим, что на самом деле это не только про ожидания к женщине, это еще и про ожидания к мужчине. Потому что при наличии варианта ответа «Никто, блин, не должен служить в армии» с 17% нефеминистов сказали «Не, а мужчина должен». На самом деле, говорить про феминизм только в контексте фемиальности немножко однобоку. Общество все-таки штука комплексная и социальная. И в социальных науках, когда говорят о мускулипности, анализируют ее в двух контекстах. Первый контекст — это подчинение мужчины и женщины. Это, по сути, поле деятельности феминизма. Тот контекст, который феминист пытается менять. А второй контекст — это подчинение мужчины-мужчины. А логично, что если будет меняться первый контекст, будет меняться и второй. И получается, что очень много вовлеченных во всю эту историю со сменой ролей. И ожидания есть у всех и ко всем. А феминисты все представленные на слайде ситуации считают нормой. Гораздо чаще. Что примечательно, что женщины, как непосредственный начальник, одинаково окей для обеих групп. Пусть это декларируемый ответ, но если это выходит в общество на социально одобряемый, ожидаемый ответ, то это уже что-то значит. Но самое интересное — то, как снижается уверенность в приемлемости, когда мы говорим про сексуальную сферу, и феминисты, и не феминисты, иметь женщине много сексуальных партнеров разрешают сильно реже, чем мужчине. Но мы подбираемся, на самом деле, уже гендерным ожиданиям, а не восприятию самого слова «феминизм». Итак, то, что мужчина и женщина никому ничего не должны, в обществе идея непопулярная. В принципе, поняли, что мы все все должны. А розовым отмечено то, что ожидает, какой должна быть женщина, и синим, каким должен быть мужчина. И в социальных науках есть такой полуролевой подход к анализу гендерных различий. Он базируется на том, что есть семья, и она представляет собой социальную систему, в которой женщина выполняет экспрессивную функцию. Это, по сути, то, что розовым. Это порядок в семье, обеспечение вот этого очага. А мужчина инструментально, то, что синим, это связь с внешним миром, кормилицем, и прочее, и прочее, и прочее. Мы не спрашивали людей, какими должны быть мужчины и женщины в семье. Мы спрашивали людей, какими должны быть мужчины и женщины, и все равно получили семейные роли. Запомните, потому что это действительно очень важно. У феминистов тоже есть гендерные ожидания. Только 14% феминистов сказали, не отстаньте, женщина никому ничего не должна. В левой рамке отмечено то, что феминисты чаще ожидают от женщин, чем не феминисты, а в правой наоборот. Но интереснее всего вот такой момент. Целомудренности от женщины ждут в равной мере феминисты и не феминисты, примерно под четверть каждой группы. И несмотря на то, что феминисты режут только за то, что женщина должна быть заботливой, хозяйственной, верной и привлекательной внешне, все равно это очень важные характеристики женщины и для феминистов тоже. Что касается мужчин, во-первых, мужчина тоже всем все должен, только 13% феминистов говорят, что ничего не должен. Но профиль ожиданий от мужчины между группами очень похожий. Да, феминисты немножко понягче относятся к этим инструментальным ролям. Но все равно мужчина это тот, кто умеет зарабатывать деньги, считает половину феминистов. Окей, мы поняли, какими мы должны быть. Почему-то все через роли в традиционной гетеросексуальной семье, в анагамной, помимо прочего, не задается такое. Общество не очень важно, если у нас это себя. Нужна она, будет ли она у нас, и какая она у нас будет. Давайте посмотрим, что мы с вами должны делать, чтобы общество считало, что вы состоялись как личности. А если честно, то же самое. А розовым, опять, то, что должна делать женщина, феминист, то, что делает мужчина. В российском обществе женщина состоялась как личность, если она родила, воспитала ребенка, наладила бы с семьи, можно поднимать себя удивительно, вышла замуж, пусть будет образована и умерла. Да, феминисты, реже, чем не феминисты, считают, что если женщина ни родила, ни воспитала, она не личность. Но все равно это очень важные, популярные характеристики для описания того, что нам нужно женщинам сделать. И аналогичная ситуация с мужчинами. Нам нужно рожать, а мужчинам нужно зарабатывать и обеспечивать нашу семью материально. То есть мы видим, что ожидание от нас, они завязаны на семью. Вне зависимости от того, что мы про это думаем, насколько мы участвуем в любой досяге или нет. Я на самом деле не просто так 25 минут мучила людей, у меня сильно больше всего там есть, но время подходит к концу. И я хочу сказать про последнее. Потому что мы уже поняли, что все это завязано на семье. Да, феминисты значительно чаще, чем не феминисты, обеспокоены ситуацией с домашним насилием. Они говорят, что это реальная проблема, которая касается каждого, и что декриминализация – это очень плохо. Но это всего 63%. То есть мы на самом деле имеем что? Чуть меньше половины феминистов и половины нефеминистов не видят домашнего насилия, ни системную проблему, ни обеспокоены абсолютно отсутствием закона о домашнем насилии. Тут вылезает такая гипотеза, что вероятно, в нашем обществе семья настолько сакральная, что даже домашнее насилие немножко сакральное. Здесь, пока я говорю, можно прочитать такие общие выводы. По сути, получается что? Получается то, что отрицание феминизма связано не только с ролью женщины. Оно связано еще и с трансформацией семьи, с трансформацией роли мужчины. Россия на самом деле очень семейная страна. У нас очень сильна эта традиция. Так правда вышло, что на протяжении долгого времени у русского человека особо ничего не было, кроме семьи. И поэтому любые попытки ее трансформации вызывают определенное отторжение и негатив. Я верю в эволюционные изменения посредством массового образования. То есть, по сути, да, я немножко верю в ледянорову. Но так или иначе, я правда искренне считаю, что основной челлендж феминизма в современном российском обществе это донести свою созидательную на неразрушительную функцию. Потому что, зная, какие боли и триггеры есть у общества, можно более терапевтично к ним относиться и пытаться выстроить какую-то коммуникацию с ними. Потому что среди нефеминистов на самом деле очень много людей, которые допят за те же самые идеи. Что важно помнить? Социальные роли, то есть ожидания к нам, они будут всегда, пока есть общество. Они просто могут быть разные, как-то трансформироваться, менять, но от нас всегда будут что-то хотеть, пока мы живем в обществе. Это первое. А второе, установки меняются безумно медленно. Трансформация семьи, ее понимание, философию, модели, структуры, функции, вида, она, конечно же, уже началась. Более того, она никогда не заканчивается, как и трансформация любой социальной единицы. Но она будет происходить очень медленно. И куда она нас проведет, это другой, отдельно очень интересный вопрос. На этой открытой ноте у меня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok